И так, сегодня я с вами буду говорить о такой специфической вещи. Кто-то читал аннотацию, кого-то привлекло слово гибернейто на SQL в названии. У вас разные причины могут быть прихода. В общем, все это будет. Будет гибернейто на SQL и не гибернейто и прочие штуки. Но чем-то это будет все похоже на работу бэкэнщика. Потому что если есть фронтэнщики, наверное, я вам ничего такого интересного не расскажу. Итак, наверное, начнем с очень простой ручной разминки. Мне на самом деле, правда, сильно интересно, кто имеет боевой опыт в продакшене с SQL-системами. Интересно, что в основном то крыло. Ближе к выходу ребята сидят. Окей. Хорошо. А такой вопрос. А кто хотел бы иметь этот опыт, но ему не дают на работе? Да, распределение в принципе угадывается. Хорошо, я тогда буду знать, что левая, относительно меня левая половина зала, те, кто хотят, а там те, кому удалось. Итак, хорошо. Погнали. Я немножко расскажу про себя. Откуда вообще мой опыт проистекает, почему я имею право сегодня вам о нем рассказывать. На самом деле так получилось, что я, блин, ученый, мне притекают всякие интересные задачки. И так сложилась судьба, что там часто бывают какие-нибудь большие кривые датасеты, которые очень сильно не ложатся на какую-то такую, скажем так, плоскую, прекрасную RBDM-подход, базу данных и так далее. Сфера моих интересов включает в том числе и обработка разных сенсоров, датчиков, предсказания пробок. Но сразу говорю, вот эти пробки, которые вам показывают, я не виноват. Также есть определенный опыт работы с NoSQL-базами данных, с Hadoop, Spark и всеми делами, со всякой разной такой интеграцией. Собственно, на основании моего опыта из серии проектов, в которых приходилось как заказчику объяснять, так порой своим коллегам преимуществе довольного подхода, и сложился мой доклад. То есть вот примерно об этой боли я буду рассказывать, расскажу про набитые шишки, там так далее и тому подобное. Ну а также, возможно, парочку изюминок тоже разложу по докладу, но их будет немного. Итак, небольшое введение, так как у нас не все в продакшене используют NoSQL-систему, поэтому вначале немного классификации, без нее никак. А нет, вру, сначала небольшой комикс. Представьте себе прекрасные такие старые добрые времена, звучит приятная американская музыка, в американском фильме, вы такой девелопер, что-то разрабатываете на дворе 2011-й год, все прекрасно, ничего вас не тревожит. Вы постигли высокого уровня в написании SQL-запросов, вы лазите в оптимизатор, вы сами патчите оптимизатор, все прекрасно. Но постепенно начинают приходить всякие заказчики Запада или не Запада, которые хотят все более сексуальные технологии, проекты и тому подобное, а у вас проблема. Собственно, в один из таких прекрасных дней вас вызывает себе на ковер-менеджер, архитектор или кто-то там, кто за все это, за входящий поток вашей головы отвечает и говорит, у нас есть SQL-работка для тебя, сынок. Вы, конечно, как так, папочка, как так, папочка. Ну, блин, я же такой, люблю SQL, вообще все эти нетрадиционные данные, их в основном использует какая-то зеленая молодежь, все это так несерьезно, и, конечно, оно все падает, мы все про это знаем. Вообще, мне друг рассказывал. Ну, собственно, вот такая всякая история происходит. Но, в общем, об этом стоит явно поговорить, потому что все имеют тот или иной катарсис на эту тему, раз вы пришли сюда, поэтому будем дальше двигаться. Итак, если говорить немножко о NoSQL, примерно представляется парадигма следующим образом. Есть некий инь и янь, сейчас они уже разделились в мире проектов, есть где-то такой прекрасный, ну, тут он изображен черным, но мы понимаем, что это лишь дуализм, это SQL, такой светлый, прекрасный NoSQL, в котором все вообще здорово. И вы как бы пытаетесь перетечь с одной стороны на другую, я вас уверяю, есть и с другой стороны люди, которые пытаются перетечь обратно на NoSQL в сторону, и все вот эти капли мешаются в вашем стакане, в вашей жизни, в ваших проектов, все очень страшно происходит. В общем, NoSQL называют огромный широкий спектр. У вас есть какие-то данные, и причем вот вы тот самый клиент, которого разработчикам нужно обслужить, у вас есть какие-то данные, они где-то лежат, где-то хранятся, а вокруг уже как грачи, как сычи, как трупные врачи собираются люди, которым хочется предложить вам новую, продвинутую, классную базу данных. Неважно, кстати, SQL, это какой-нибудь классный оракловый, или SQL-ное решение, или какие-нибудь супер хранилища, все еще SQL-ные, но для больших данных. Или тут же выходит платная поддержка у разных NoSQL-систем, то есть все это начинает над вами клубиться, присылать рекламные проспекты, рассказывать, что у них в тысячу раз быстрее, или только в памяти, или вообще не надо делать джойны. Вот это все начинает происходить, у вас голова начинает кружиться, а потом надо следовать чьему-то совету. На самом деле трезвые люди пытаются вспомнить про CAP-тиорему, я не буду долго про нее вспоминать, сразу говорю, вот есть треугольничек, в нем есть три вершины, и она примерно говорит о том, что мы из этих трех вершин можем выбрать две, но никак не три. И большинство баз данных, как SQL-ных, так и NoSQL-ных, располагаются где-то вокруг всего этого дела. Кому будет подробно интересно, могут потом с ней ознакомиться, я сейчас не буду сильно не останавливаться. Проблема в том, что каждая база пытается в своем маркетологическом проспекте сделать вид, что она покрывает все три вершины, находятся в центре треугольника. Говорит, ну в каких-то случаях мы делаем одно, в каких-то другую, но всегда есть базовая поставка, в которой есть что-то одно. История NoSQL-ных хранилищ, она зародилась тех самых простых k-value вещей, возможно, знаете, я не знаю, как на самом деле дело происходило, я представляю, что когда-то у кого-то кэш не поместился в одном месте, и ему пришлось запилить свое решение. Так появилось какое-то интересное k-value хранилище, потом появились какие-то временные ветки, метки, простите, потом появились какие-то способы, а давайте мы строки и данные будем хранить не по строкам, а по столбцам, так появились column family и так далее и тому подобное. И так все пришло даже в такую прекрасную, почти SQL-подобный подход, хранение документов Mongo или CoachingDB. И вот это вот все, оно ходит за вами по пятам и говорит, возьми меня, возьми меня, используй, используй. И вот с этим очень сложно что-то поделать. На самом деле все они очень хорошо делятся, но при этом выбираются следующие критерии. То есть вы начинаете следить, вы такой, хорошо, кап теорему, я знаю. Дальше на что я буду смотреть? Я буду смотреть на performance, на scalability, flexibility, все эти классные слова на ility. И тут нужно понимать, что разные хранилища, они отличаются. То есть если, например, у k-value store, безусловно, они очень классные в плане performance, взял все, положил, забрал и так далее, но в плане сложности вы вряд ли можете классный сложный кейс очень сделать на k-value хранилище. Но если у вас нет этого сложного кейса, то зачем вам вставить MySQL? Ну и так далее. И либо есть какие-нибудь графовые базы данных, у которых вообще непонятный какой-то performance, как корректно мерить, какие там конкретно должны быть бенчмарки, что пуляние тысяч, вершины тысяч ребер – это глупый бенчмарк для графовой базы данных. И при этом функциональность – это поддержка какого-то подмножества теорий графов и никаких вторичных индексов. Что такое вторичные индексы в графовой базе данных? В общем, я хотел поговорить о таком разнообразии. Если же говорить о моделях данных, которые можно туда погрузить, и API, которые навернуты на все, они тоже начинают отличаться, причем в другой смеси. Их как будто какой-то безумный шляпник начинает пересаживать вокруг стола, и дальше начинается какая-то адская смесь. Например, HBase и Cassandra, у них вроде бы есть Coleman Family, вот это хранение по колонкам, но у них абсолютно разный подход к языку запросов и абсолютно разные API. У них есть свои какие-то маленькие особенности. И то, и другое вроде бы лазит через Trift, но тот же HBase говорит, а слушай, в меня можно ходить по REST, и ничего такого. MongoDB и KaushDB вроде бы обе поддерживают некие документы и вложенности, но если в MongoDB есть полноценный язык запросов, и есть замечательный курсор, которым все можно обходить, то для KaushDB нужно писать MapReducers, чтобы создавать какие-то вьюхи. То есть вы для того, чтобы написать запрос, вроде бы по обычной базе данных, уже без какого-то Hadoop-кластера начинаете писать MapReduce, какую-то билиберду. Но безумно прокачиваетесь потом, когда у вас появляется Hadoop-кластер. К нему FUJ вообще отдельный свой API, не похожий ни на график алгоритма, ни на что. Вы какие-то делаете операции, они вам дают что-то, возвращают, непонятно. Есть React, в нем есть REST, React простой. То есть все вот эти штуки довольно разные. Что если говорить уже по приближенности к традиционным релекционным базам данных, то здесь начинают люди обращать внимание на вторичные индексы. Со вторичными индексами все интересно. То есть они какие-то есть, они где-то есть, но при этом сами производители той же Кассандры говорят, знаете, у нас как бы есть вторичные индексы, но вы ими не пользуетесь. То есть это документированные свидетельства от людей из Datastax, они так и говорят. Но мы вообще включим это в рекламный проспект, иначе ваш сети не выберет эту базу данных. При этом Кассандра не поддерживает внутри себя, например, MapReduce, который есть в MongoDB на JavaScript, который, блин, почему-то однопоточный. Ну то есть это не тот MapReduce, который бы вам хотелось. Но вы можете на нем прототипировать, если опять же не умеете ничего делать с MapReduce. Есть HBase, с которого нет ничего своего, зато она отлично вкручивается под ходу. Ну то есть вот примерно так все. У всех есть разные степени вовлеченности языка запросов. И вот тут наблюдается интересная тенденция. Чем более развитый язык запросов, тем больше злостных попыток людей воткнуть куда-нибудь под Spring Data или под Hibernate вот эту вот самую базу данных, ее API, ее драйвер, чтобы можно было псевдо-SQL лазить вот в эти базы данных. Например, на React или, например, на Neo4j таких особенностей поменьше, но тоже попытки есть. И на HBase вообще мало. Ну то есть HBase, например, и к OHDB вообще тяжело не повезло. У них API страшное, языка запросов как такового нет, поэтому в них никто SQL и не пытается лазить. Итак, здесь уже ликбез как бы начинает заканчиваться, и вы должны спросить меня, где же у нас GPA, где вот эти классные аннотации? Блин, не хочется же ничего такого делать, писать на трифте. Мы же не в одноклассниках работаем, ей-богу, у нас нету ничего такого. Мы хотим у нас, ну не вот эта вот картинка, где фигак-фигак и в продакт, но на самом деле просто есть сроки, там есть как бы в конце концов поток задач, и нужно поставлять клиентам, получать бабосики, а не сидеть и развиваться всячески как девелопер. В общем, надо работать быстро, недаром все эти штуки создали. Сейчас я вам буду рассказывать, где есть во всем этом GPA или хоть какие-то аннотации, и что эти аннотации немножко могут делать. Я не буду сразу сейчас разбирать весь NoSQL World, я сосредоточусь на двух максимально противоположных кейсах, это Mongo и Cassandra, они довольно популярны, на них часто возникают боевые проекты, они довольно стабильны, поэтому про них и буду говорить. Начну с более нетривиально Cassandra World. Сразу скажу, давным-давно в далекой-далекой галактике кто-то решил в DataStacks, что мы не будем выпускать базу данных с обратной совместимостью. Мы будем периодически рушить API, периодически рушить структуру, что-то такого. Версия-то 0, 0.что-то, и эти версии 0.что-то шли так долго, а проекты уже запускались, появлялись и исчезали кусочки моделей данных, какие-то мутатор-колонки, все это то было, то не было, то появлялось в API, то нет. И этим обусловлено на самом деле то, что Cassandra имеет огромное количество веточек выводов покрытия, не знаю, Java-драйвера, которые вот ответвились и замерли, почка больше не растет. Ответвились и замерли. Похожая история была, Cassandra, это греческий персонаж Троянской войны и так далее, решили вспомнить еще персонажа Троянской войны, вот если вы видите такое название фреймворка, он имеет отношение к Cassandra. Есть, например, Гектор, победитель, все дела. Что там было? Когда я впервые работал в 2013 году на проекте, мы зашли, там была еще Cassandra первой стабильной версии, но не было еще никакого второго SQL, даже 1.2, по-моему, не появилась, Cassandra. Мы зашли, посмотрели в фреймворк Гектор, он классный, название хорошее, крут операции поддерживает, есть в конце концов какая-то поддержка GPA стандарта. У нас она не была критична, но у нас была пара классик GPA разработчиков, которым это было психологически важно. В конце концов какие-то даже аннотации, есть аннотация entity, есть аннотация column, классно. Из позитивных вещей поддерживалось очень много вещей, из тамошнего драйвера, который на тот момент существовал. Например, вы реально могли через API задавать, например, уровень консистентности, причем на каждую column family, на каждом запросе, то есть все, что вам предоставляет трифт, вы реально могли делать это и через этот API. Сразу оговорюсь, не все API это поддерживали. Также из интересного, Гектор был организован все-таки через трифтер PC протокол, то есть один респонс на один реквест, и это соответствовало тогдашней картине данных, тогдашнему подходу дата стакса. Точно так же из позитивного вы могли замапить, ну вот в Кассандре очень интересная модель данных, там можно очень сильно вытягивать строки, вставлять в них там 2 миллиарда колонок, как опять же рассказывается в рекламных проспектах, но если они очень маленькие. И тут важно, вам нужно, например, какую-нибудь коллекцию каких-нибудь твитов, положить вот в эту вот строчку, вытянуть по какому-то ключу, например, по имени пользователя. И было очень здорово, когда коллекция очень быстро, легко мапилась одной простой аннотацией, то есть one to many на уровне одной строчки было. Классно. К сожалению, все это было не совсем хорошо сопрягалось с какими-то вещами вроде наследования, то есть наследование в GPA мы знаем разными способами может быть организован, ну вообще через аннотации там, еще через что-то, через single table и так далее. Здесь же все просто, если вы разметите какую-то иерархию, какие-то классы отнаследуете, вы можете разметить что-то аннотациями, но все это будет складываться в одну большую таблицу в итоге при хранении, и там будет ставиться метка, то есть некая родительская таблица, в ней будет, слушай, мы вот из этого класса положили, а если там несколько уровней вложенности, то будет вот несколько таких уровней, вы по сути дерево запихаете, например, в плоскую таблицу, дерево наследования, дерево иерархии. Не всегда удобно, но вот так было в Gecter. И, конечно же, были замечательные конвертеры. Кассандра очень любит байтовые массивчики, это ее природа, это ее суть, она сама написана на Java, она очень любит что-то делать с байт-кодом, с байт-данными и так далее. И здесь были конвертеры, которые не приходилось писать, то есть вы могли парочкой аннотаций ваш объект сразу вот в эти вот массивчики переделать, а не писать свой конвертер, конвертер для поля и так далее. Драйвер таких возможностей на тот момент не предоставлял. Но разработка с выходом 1.2 версии Кассандры заглохла, и, казалось бы, навсегда. Я заходил в эту покинутую группу по Gecter, там люди говорили, взывали, когда же выйдет новый релиз, документация устаревала, странички начинали выдавать 404, непонятно, что происходило. Но спустя какое-то время, я уже позже передминутился в другой лагерь, обратил вздор снова на Gector, можно зажать кулачки и порадоваться. На самом деле появился какой-то родмап, какие-то контрибьюторы, они работают над совместимостью с версией 2.0, 2.1 Кассандры и обещают поддержку SQL, наконец-то. Огромная проблема Gectera была в том, что Кассандра выпустила почти SQL-подобный язык, так называемый SQL, Cassandra Query Language, но, к сожалению, невозможно было там написать executive query и, короче, вставить вот такое SQL выражение. Вот в этом самом Gectera. Можно было при помощи чего-то, похожего на критерий API, что-то фильтровать, что-то получать, вот примерно как-то так. Это была большая проблема, сейчас они работают над этой вещью. Все остальные поддержку SQL пытались пилить с самого начала. SQL тоже менялся от раза к разу. Я хотел, у меня буквально парочка слайдов, Gector, чтобы можно было посмотреть, не знаю, насколько видно код, экспериментировал с вставлением цветного кода. То есть на самом деле узнаются какие-то типичные вещи. Discriminator Value – это базовая таблица, в которую все будет записываться. То есть класс Desk отнаследован от Basic Table. Ты ему говоришь, слушай, запишись вот в ту таблицу, вот с таким значением и так далее. То есть оно пойдет по иерархии, положит себя куда надо и так далее. Можно, соответственно, колонки, как вы видите, запихивать в них арейлисты, ну и так далее и тому подобное. Еще буквально, не знаю, насколько видно, здесь, конечно, не показаны сгенерированные Gector и Setter, но мы с вами видим, что в принципе отдаленно это начинает напоминать наш какой-то такой GPA-стайл. Вы написали какие-то классы, только потом разметили, решили, что из этого будете сохранять, и оно вроде бы как-то корректно ляжет. Я сразу хочу предостеречь. К сожалению, почти никогда не бывает так в Cassandra, что вы придумали модель данных, написали, сохранились в базе данных, а потом стали думать о дизайне вопросов. К сожалению, ну то есть вы можете делать так, написать маппинг, а потом вам все придется переделывать. Почти наверняка. То есть здесь просто не стоит забывать, что в первую очередь на вас влияют дизайн отчетов, дизайн запросов и так далее. Ну а потом уже можно приниматься за такие вещи. Так, потом я хотел поговорить о датастах с Java-драйвером. Он сделал мощнейший рывок, то есть ребята взялись за ум, они посмотрели, как MongoDB классно себя продюсирует по миру, что надо вкладываться вообще в свой Java-драйвер, а не просто так, только трифт какой-то предоставлять. Они стали делать классные штуки. Начиная со второй версии, в драйвере появилась, например, поддержка асинхронных запросов, то есть вы можете, в принципе, что-то послать, отложиться, дальше выполнять код, все будет работать. Там, в принципе, в драйвере такой low-level API, на мой взгляд. Есть простейший маппинг колонки и entity, не более того, но какой-то есть, и, кстати, они пытаются в драйвер воткнуть какой-то маппинг. Но там есть длинный roadmap, я не знаю, через сколько лет это закончится, но план у ребят серьезный, и финансирование тоже. Есть замечательный query builder, который напоминает критерии API, опять же. И у них есть замечательная вещь, accessor-ontated interfaces. В принципе, очень удобно, если вы пытаетесь какими-то еще SpringWiz подключить или еще что-то такое. То есть, в принципе, это такая вещь, когда у вас получаются наборы интерфейсов, которые аннотированы какими-то запросами, методы автогенерации, все здорово. Я буквально парочку кода хотел показать. Ну, он выглядит не столь радужно, надо писать побольше кода. Напоминает GDBC, только такой немножко местами асинхронный GDBC. Если вы GDBC-style-девелопер, вам понравится. А вот здесь тот самый аннотированный интерфейс, ну, здесь вообще классно. Видите, даже сверху select, update написано. Но join'а вы не увидите, потому что в SQL'е join'ов нет, как и в Cassandra тоже. Хотите еще больше приключений? Вот как тот слон, который трет со столб, и у него кровавые сопли пускают с его тела. Конечно, можно. Еще есть куча, миллион всяких вещей, я про них очень кратко скажу, везде есть ссылки у меня в презентации. Я просто... С какими-то из них я поигрался, с какими-то нет, поигрались мои друзья и коллеги. Итак, греческая мифология продолжается. Это Ахиллес. Что за штука? У нее отличная документация и есть транзакции. То есть если вам по какой-то причине в Cassandra нужны транзакции, вы не хотите сами реализовывать, открыть там Википедию, достать оттуда описание какой-нибудь многоэтапной транзакции и так далее, в Ахиллесе ребята написали. Можете взять их, работает. Ну, сами понимаете, получая транзакции, вы начинаете от вашей Cassandra кое-что терять. Из тех самых буквок из Каптиаремы. Также есть такая вещь, я не знаю, правда, в греческой мифологии, чему это соответствует, Astenax. Это, короче, разработка, если не ошибаюсь, компании Netflix, это их агрегированный опыт с Cassandra. Там есть замечательный, вкусный Connection Pool. Это вообще весь код у вас там такой трейд сейфити, есть поджинация, опять же, периодически надо писать, даже в драйвере, даже имея гектор свою поджинацию, подгрузку кусочков данных и так далее. Или бывает Connection Pool. Проблема всех этих драйверов, Cassandra и гектора и так далее, что на самом деле он весь не трейд сейфити. То есть вы можете на самом деле такой гадость намутить. То есть вроде бы там база данных от чего-то вас охраняет, но само API не слишком предпособлена для работы на многопоточном свете. Вы пишете свою обертку. В принципе, можно попробовать эту Netflix-ную оболочку натравить на Java Stacks Driver. Она над ним и висит, но там нет своих вкусных плюшек, почти нет аннотации, маппинга и так далее. Есть Pillops. Это замечательный какой-то девелопер, тоже в 2013 году такой, мне не нравится ничего остального, запилю свой велосипед, старый добрый велосипед, он до сих пор едет, коммитов нет. Настоящий старый проект, если вам не понравится ни один из моих вариантов, который я вам предложил, зайдите, посмотрите на больную историю, ищутся, которых больше, чем коммитов. Ну, в общем, посмотрите, как это. Есть Play.Ram, это странная, но реально странная штука, как все штуки с названием Play, в названии фреймворка. То есть вам обещают как бы легкую прогулку, как бы не так. Есть Easy Cassandra, которая тоже обещает легкую прогулку, но наилегчайшую. Тоже довольно старый проект, он еще был для Cassandra версии 0 каких-то там. У него есть простейшая аннотация и крут, все, больше ничего нет. Если вам нужен быстрый прототип, бенчмарк, что-то такое Cassandra, нужно доказать руководству, что давайте использовать Cassandra AnimusQL, используйте Easy Cassandra, замапьте ваши текущие штучности туда. Ну и, конечно, для любителей это Trift. Конечно, Trift это наше все, это почти ассемблер по отношению к Cassandra. Можно использовать его, если ничего не нравится, писать свой маппинг поверх Trift. Есть и такие поделки, но я не нашел, по крайней мере, живущих до сих пор. Итак, выдохнули, я тоже, сейчас я попью воды, мы перейдем к Mongo World. С ним все лучше, с ним все значительно лучше, но там тоже есть свои интриги и игра престолов. Итак, я предысторию расскажу. Если кто-то следит за Монгой, она, в принципе, хорошо развивается, у него вот на днях вышла третья версия, все здорово, там есть замечательные версии, даже версии 2.1, 2.6 сильно отличались. Там появляются новые фичи, они стабильно по роудмэпу, разработчики пилят, понятно, что будет даже в четвертой. Вроде бы, все предсказуемо, можно у себя в жизни что-то распланировать и сделать. Но нет, разработка обжиг маппингов для Монги, она страдала всякой фигней. Сначала вышел один чувак, сказал, у меня громкие планы, я хочу свою жизнь связать с Монгой, я буду писать для нее маппинги. Начал писать такую штуку под названием Морфия, про нее чуть дальше будет рассказ. Потом у него случился какой-то загул, может он женился, может хотел продаться Монге, что-то у них не срослось, он бросил проект, выпилил исходники, хотя какие-то люди успели скопировать какие-то ранние ветки, начали разрозненно пилить их, его посыпали проклятиями во всех группах, которые вокруг всего этого. Ну вот сволочь, мы в тебя поверили, десятки людей поверили. И тут такая проблема в том, что он через какое-то время всплыл, ему все-таки сама компания MongoDB, или там Tengen, как она тогда называлась, она предложила ему хороший куш, он продал им что-то, исходники, и теперь на самом деле, несмотря на то, что это опенсорсное решение, пилят его в основном монговские инженеры, у них была попытка даже включить это в состав Java MongoDriver, но тут случился интересный казус, потому что все остальные, кто пилят другие драйверы, там для Python, для Ruby, они сказали, как так, вот у нас есть драйвер, у нас есть общая идея драйвера, вы как бы будете отставать, если будете поддерживать больше, в том числе object mapping какой-то, давайте мы как-то одинаковые к общему мнению придем, надо сказать, MongoDriver, он довольно похож между всеми остальными, чего даже не сказать про кассандровский драйвер, по отношению к разным языкам, в итоге, вот эта Morphe, она особенно последние полтора года очень хорошо развивается, там появляются новые фичи, в принципе, последние вот жарнички, которые можно скачать, там есть совместимость даже вот с третьей версией Mongo, ничего не падает, я буквально незадолго до доклада собрал с новой штукой, проверил новую фичу, она имплементирована, то есть, значит, пилят нормальные инженеры, можно верить. Итак, чем же это хорошо? Вообще, она отлично интегрируется, если вы такие, я выкину гибернет из проекта, но Spring не отдам, или у меня есть какой-нибудь другой DI framework, втыкается все здорово, инжектится и так далее, и тому подобное. Есть замечательные, я таких просто нигде больше не видел, есть события всякие, например, перед сохранением документов в базу данных, после загрузки из базы данных, вот происходит какой-то жизненный цикл, можно подписаться на эти события и написать какие-то там действия, обработчики перед загрузкой, но в некоторых бизнесовых системах это очень важно, проверять какие-то состояния объекта, валидировать, что-то доделывать, что-то вычислять не на стороне базы данных, а в вашем коде, то есть, бывает очень полезно. Построено поверх Java-драйвера, полностью совместимо и поддерживает, а как это выглядит код с использованием Morphe, он просто прекрасен на самом деле. Если кто-то писал в замечательном, классном Bison стиле, то есть, что такое понимание Monge запроса? Запрос это тоже Bison документ, сущность это тоже Bison документ. Вы, чтобы получить какую-то сущность в виде Bison документа, подготавливаете для нее объект в виде Bison документа, составляете запрос в виде Bison документа, кладете одно в другое, посылаете. В общем, очень-очень много всяких превращений, валидаторов и так далее, и тому подобное. Вот этот вот, по-настоящему мерзкий, вот эту кашу, вот это все убирается. Есть очень легенькая Query API, как я уже сказал, и мне очень нравится частичная в нем поддержка, вы почти как немножко в консоли пишете. То есть, не вот это вот сложное, там сначала используется подход, потом похоже на критерий IP. Для каждого оператора мы вызовем свой метод. Нет, вы на самом деле можете вот такой вот в pipeline стайле писать код, который что-то делает, фильтрует, а потом в конце все вычислит. Может быть оптимизируется даже запрос. Но сюда я не лазил, я врать не буду. Вот так примерно выглядит код, размеченная какая-то у вас сущность. Вот у меня тут есть рабочий. Из интересного, в MongoDB есть такие замечательные вещи, как reference. То есть, это не то, чтобы для join'ов сделано, не то, чтобы полноценные какие-то такие ключи, но на самом деле вы можете хранить в какой-то колонке object ID, чтобы по нему подтягивать какие-то сущности. И вот когда у вас в коде, в памяти, это хранится все в одной сущности, в принципе, например, при записи вы можете так и то аннотировать, что это корректно разойдется по своим коллекциям, все будет чиноблагородно, а при сборке все в принципе соберется обратно. То есть очень хорошо. На самом деле многие noise kill базы таких вещей не дают. У них порой и reference механизмов не бывает таких вещей. Также вы можете аннотировать индексы над какими-то полями. В MongoDB же шикарная работа с индексами, не то, что в Cassandra. Вы можете, соответственно, с какими-то вещами, причем вы можете просто там написать, что какое-то поле индексируется, можете там несколько полей сцепить и так далее и тому подобное. И тут же можете в объект впихнуть вот эти вот обработчики после лода, при лода, а можно вынести их в отдельный класс. То есть вот здесь вот на картинке я показываю, что вы делаете такой entity listener, аннотируете его соответствующим образом, и снизу уже вот эти вот какие-то действия, если у вас что-то сложное, нужно притянуть какую-то другую логику, вы в этом вспомогательном лисенере можете что-то делать. А вот так выглядел код до начала времен, так, где у вас, на тех экранах показывается. То есть, собственно, вы на таком классном API, Java, как никто другой подходил для этой схемы LS, не знаю, опять же, не могу подобрать хорошее слово, русское для этого, но в общем вы все время что-то клали, клали, клали куда-то, потом извлекали, извлекали, собирали, собирали. Все это было, вы теряли нить того, зачем вы это делаете. Поэтому все было немножко сложно. Я перейду к следующему монстеру, о нем, в принципе, так или иначе, я спринг-дата рассказываю на всех Java конференциях. Он классный, зачетный, здоровский. Посмотрите, сколько в нем всего. В нем есть репозиторий, вот эти вот все классы такие стандартные, все здорово. Есть отдельный Mongo репозиторий, GPI репозиторий, есть граф репозиторий. Одна проблема, я, например, не видел хорошего, корректного, безбажного Cassandra репозитория, который поддерживал там хорошо Callum Family и так далее. Есть такой проектик на GitHub, но у него еще расти и расти. То есть для Monge вот эту спринг-дату использовать можно. Я чуть позже подробнее скажу о плюсах и минусах. При этом это все равно все ложится на плечи того самого Monge Java Driver, над которым та же Amorphia выращена. Но простите, в нее коммитет уже не создателей Monge. Она и отстает периодически. Например, третью версию, по-моему, она не поддерживает. Я сейчас не буду врать сильно. Вот, вторую, по-моему, были некоторые проблемы с агрегейшн фреймворком там. Очень долго впиливали поддержку, чтобы корректно вот эти вот агрегации делать, которые более-менее стали веселые, пришли на смену какому-то MapReduce в Monge. И неплохая поддержка Neo4j. Так, надо ускоряться. Итак, на самом деле, что у нас есть? У нас есть, как я уже сказал, можно написать знатный конфиг. Вы можете также описывать life cycle только теперь не ваших таблиц сущностей, а коллекций. Например, вы можете навесить какие-то события на уничтожение коллекции. Вдруг кто-то другой залез и уничтожил. В Monge очень легко уничтожить коллекцию. Интересный маппинг. Маппинг не похож на те GPA стандарты. Он какой-то более Monge-подобный что ли. Не было попытки сделать универсальный маппинг для всех на SQL баз данных. Он называется так, документ, индекс, филд. Ну, филд, понятно, везде и в Африке филд. Есть в репозитории поддержка функции geospatial queries. Этим, наверное, Spring Data очень сильно отличается. А также мне очень нравится, что в рантайме, ну, чем, опять же, хорош Spring, всякие запросики у нас могут генерироваться по сигнатурам методов. То есть все здорово. Есть педженация, сортировка, крут, операции и так далее. Ну вот буквально тоже какой-то такой пример. Вы сделали пару классов, сделали к ним интерфейс. Сделали пару классов, у вас, например, нагенерился там интерфейс, отнаследовался от Mongo репозитория. И он под капотом будет выполнять соответствующий манговский запрос. Тоже довольно удобно. Итак, у Mongo, конечно, есть куча еще всяких таких фриковых альтернатив. Есть, например, такая вещь. Если вы такой знаток манговского shell запросов, вы можете подключить к проекту Джонга, писать, выполни такой запрос, и пишите там что-то в стиле манговского shell. Какие-то такие запросики со скобочками вставляйте свои JSON-документики и все отправляйте. Есть любители Eclipse, Eclipse Link. Там вообще была страшная попытка. Давайте мы сделаем поддержку всех NoSQL-баз данных. У него одна проблема. Там много чего не имплементировано. Вы можете написать код, который как бы заявляется, что будет работать в любой NoSQL-базе данных. Но при работе с него с MongoDB выскочит ошибка. При работе с MongoDB выскочит другая ошибка. Простите, метод еще не имплементирован. Простите, метод еще не имплементирован. Классная штука. Пользоваться не нужно. Итак, есть msjoram. Я не знаю, как это точно читается. Понятно, что там есть Mongo, Java, URM и так далее. Но один из ее признаков она до сих пор на Google Code не экспортирована на GitHub. Для меня это все. Там есть XML-маппинг и нет аннотации. Для меня это тоже все. То есть я не знаю, в каком году они пилили. В 2005-м, когда еще Mongo что ли не было. И есть свой язык запросов. Не какой-то mongo-вский поддерживается. Они, ребята, сделали свой. MQL. Mongo query language. Он почти как SQL, только очень урезанная версия. И даже есть, по-моему, впиленные join. Они основаны как раз на этих самых reference. Но они, понятно, работают не с такими скоростями, не по таким алгоритмам, как работают в SQL базах данных. Есть вот эти вот data nucleus. Он поддерживает как раз там и GDO, и GPA, все эти вот аннотированные штуки. Но тоже мало что имплементировано. Если вам нужна поддержка Java-стандартов, посмотрите вот эти вот последние, например, две ссылки. Итак, гибернейт, блин, он же тоже существует на SQL World. Гибернейта бы не было, если бы он такой не посмотрел. Как так без меня тут праздник случился? Я же могучий, у меня могучие контрибьюторы. Мы верим в себя. Мы напишем roadmap на 20 лет вперед и начнем ее имплементировать. И они устремились. Да, картинка классная, мне тоже понравилась. Итак, что получается? Они говорят, ну у нас есть GPA, Geo Persistence, мы его будем поддерживать для NoSQL и ни шагу в сторону. Полная строгая поддержка. Мы будем поддерживать аннотированные запросы. Они будут обязательно конвертироваться в native backend запросы. У нас будет поиск на поисковом движке, основанном на гибернейстерче. На самом деле мы сделаем просто запросы, которые в каждую базу данных будут корректно лазить. Это вот пока то, что заявлялось. Мы обязательно вам сделаем транзакции. Вот это классно, на это стоит обратить внимание. Вы сможете вызывать флешекомит. Это же счастье. Некоторые не могут жить без них. И мы будем поддерживать все NoSQL. Но пока только Mongo, Neo4j и еще какие-то две штуки. Они такие непопулярные. Ну только в очень-очень узких кругах. Вы такие, а где остальные? Ну а остальные потом. Ну то есть вроде мы очень широкий проект, но на самом деле это была попытка очередной раз отшлепать Mongo. Neo4j там постольку поскольку. И опять же, вы можете написать какой-нибудь аннотированный запрос в духе select что-нибудь, а к Neo4j он не применится. Не из чего select, ведь он вам выдаст Neo4j на исключение. Вот такая вот интересная история. Выглядит вся эта архитектура. Хочется на другую сторону повернуться. Выглядит примерно так. Все это вот так вот страшно. Ну в принципе на обычную гибернет архитектуру похоже. Но суть в том, что нужно помнить, это все преобразовывается в те самые нативные запросы. То есть вы пишете на чем-то вроде hql, только для, ну прям он hql, hql. Но только потом это вот можно посмотреть, попечатать в какие запросы это превращается. Иногда оптимально, иногда в случае с джойнами не очень, или наследование. Но как-то превращается. В MongoDB по крайней мере ну что-то можно было сделать. Это пока у вас не сильные иерархические сущности. Дальше начинается какая-то каша. А иногда, если вы не доверяете, так же как и в обычном гибернет, вы можете написать прям нативный запрос. Только не мангошелловский, но в таком урезанной версии мангошелла, потому что снова все не поддерживается. Как много раз я сказал, снова все не поддерживается. Мне аж грустно стало. Если расположить, но планы у них были очень большие, и лет через 10 мы с вами дождемся гибернета, который правит миром. Куда скачет noSQL за это время, я без понятия. Итак, если расположить на какой-то такой оси координат между Enterprise Standard в эту сторону, там Custom API в эту сторону, туда высокая абстракция, вниз низкая абстракция, то можно расположить перечисленные фреймворки примерно так. Mongo Java Driver, естественно, низкая абстракция и очень близко к аналогичным API, почти один в один. В смысле того, чего вы можете добиться в консоли, того же через Java Driver от Mongo. Morphe, так как разрабатывается девелоперами, она очень классная, при этом высокоабстрактная, вы экономите массу времени, но от Enterprise Standard очень далеко. Потом вы начинаете плыть в сторону Enterprise Standard, подскакиваете немножко на Spring Data, все-таки более проработанный проект на порядок, и потом спускаетесь плавно в район гибернета IGM. Ну и там где-то есть GDBC какой-то, через него тоже как-то можно лазить, но очень специфическим способом есть такие проекты, чтобы вы через какую-то версию GDBC лазили. Но я ни одного не видел, знаю, что есть. Итак, последнюю уже буквально идею попытаюсь перейти. На самом деле проблема в том, что очень редко получается так, что молодой стартап мы пилим только на этой базе данных, и ничего больше. Очень часто происходит, что у вас есть какой-то ПКН, к нему подключаются следующие, для каких-то целей следующие. И те цели, которые стоят перед бизнесом сейчас, они, блин, отличаются от тех, которые стояли 10 лет назад. 10 лет назад никто не пытался из логов достать, там, какие фильмы ты смотришь. Нет, ладно, кто-то пытался, но не все. Сейчас это хотят делать все, пока не сильно знают, что с этими данными делать. То есть происходит примерно такая каша. У вас есть какие-то пользовательские сессии, которые хранятся в Redis, и какие-то финансовые данные в обычных SQL-системах, а потом какие-то рекомендации, как там типа Netflix или слушание музыки в Neo4j, там же важны связи между людьми. Хотя никто никогда там нормальный график алгоритма не гоняет, но мы же сохранили связи, это здорово. У вас какой-нибудь есть, кто парился с встраиванием каких-то иерархий продуктовых каталогов обычной SQL-базы данных и поддержкой всех корректных функций, вы это поймут, в MongoDB это очень удобно все класть. Какой-то репортинг отдельно в базах данных, какая-то аналитика в Кассандре, например, вы какие-то счетчики начинаете очень быстро обновлять, там лайки, какие-то фоточки, еще что-то, еще что-то, или там посещение пользователями ваших магазинов, например, могут быть такие счетчики. В них нужно очень-очень много писать, а потом это как-то еще приготавливать для Hadoop кластера. Например, Кассандра влазит, и потом еще какие-то логи тоже все пишут в Кассандру. Нужно, логи иногда можно терять, иногда нет, но потом анализировать тоже нужно. Вся вот эта вот каша называется Polyglot Persistence, и хочется писать такой код, который бы, в общем-то, корректно работал со всеми, пускай на каком-то узком подмножестве, но переключался бы плавно не только с SQL-баз данных между собой, но и между SQL-баз данными, чтобы был некоторый общий диалог между ними всеми. Есть, опять же, заявки, попытки это все сделать, и хоп, на сцену выходит кто? Кундера. Такой вот Polyglot Approach. На самом деле, что они гарантируют? Они гарантируют у себя атомарность и транзакции. Причем там прям такой транзакшн-менеджер есть, в нем можно делать всякие штуки, очень напоминающие стандарт на транзакшн-менеджере. При этом они заявляют очень строгую совместимость GPI 2.1 стандарт, ну как, строгую, как подмножество. Мы не вылезем за, но мы будем внутри. Вот это важно. Поддержка довольно широкая, то есть там есть все перечисленные базы данных, у меня на предыдущем слайде, и там по ссылочке продолжение, но вот я основные выделил, о которых хотел поговорить. Очень классная аннотация MB, это MB Element Collection для Column Family вложенных документов. Они пытаются как бы объединить вот эту концепцию и Column Family, и вложенности в Monge, ну через свой какой-то подход, смотреть на это одинаково. Возможно, иногда будет страдать некоторая производительность, но они смогли увязать вот эти вот концепции иерархичности в своих аннотациях, в своих моделях данных. Есть все, поддержка всех типов связей, один ко многим, один к одному, многие ко многим, многие к одному, и вот все эти возможные сочетания, строгие, не строгие, то есть заморочились. Но при этом, конечно, неполная поддержка всех запросов. Сами понимаем, что, конечно, какой-то селект можем обеспечить, какой-то апдейт можем обеспечить, Но уже с V есть где-то проблемы, потому что не у всех есть вторичные индексы, поэтому иногда приходится обходиться без него. Или они разворачивают некоторые мета-структуры данных, то есть своя собственная модель, например, для HBase, чтобы как бы симулировать вторичные индексы. Иногда хорошо, иногда не очень по производительности. Но если вам нужно быстро переключиться, кундер подойдет, на мой взгляд. Потом, если что-то тюнить, вам, возможно, придется что-то где-то выкидывать, но вы сможете сделать это на каком-то отдельном слое. Если говорить об архитектуре, то выглядит примерно так. У вас есть какое-то пользовательское приложение, оно взаимодействует со стандартом GPA, дальше под ним ворочается вот это вот ядро кундеры, и оно начинает так. Кто к нам пришел, тебя я перенаправлю вот сюда, вот в этот комбайн, например, который поддерживает Кассандру. Кассандра полезет в Trift клиент, внимание, никакого драйвера тут нет. И там дальше через Trift мы в Кассандру что-то запишем. Хотя, например, MongoDB клиент для кундеры, он лазит через драйвер, но, кстати, не самый свежий. По-моему, третью версию они тоже не поддерживают. И есть для любителей Oracle, там есть поддержка Oracle в базах, все как бы хорошо. Если подытожить, у нас уже совсем мало времени, я хотел бы так подытожить. Итак, если вы стильная молодая американская компания, вам, конечно, нужно использовать что-то клевое, не сильно привязанное к стандартам. Вы можете себе это позволить. Используйте Morpheo или Gector. Если вы транснациональная компания с огромной историей слияния, у вас есть купленный филиал в Индии, ну не у вас, а у вашего заказчика, например, потом в Китае, потом у них свои базы данных, свои исторические традиции, потом какие-нибудь чуваки из Германии, которые там сидят еще на саппских системах или ракловых базах. Все это здорово. Используйте что-то максимально похожее, вы, скорее всего, встретитесь со стандартом. Springdatu, если это MongoDB, там вам встретилось, или Gibbernator GM, потому что он больше гарантирует. Но, возможно, вам придется потом взвыть. Взвыть в плане того, что вы не даете каких-то фичей. Вы их гарантируете, но не найдете. Если вы замечательный… Ой, простите, я оговорился. Можно использовать Condero, потому что она поддерживает в большей степени стандарт. Если вы какой-то Deutsche Bank, это я в сторону уже немцев хотел сделать такой кивок, вы там встретитесь еще более строгим следованием стандарта, скорее всего, вам при подключении на SQL или при прототипировании и продаже вашим клиентам каким-нибудь дочерним придется гарантировать какую-нибудь Springdatu, чтобы слово Spring было в названии. Если вы русская компания, конечно, используйте и пишите, например, испроспирывайте русский бюджет, пишите для какой-то почты России или еще что-то. Простите, никого не хотел задеть. Обязательно используйте нативный драйвер, весело, фан, делайте свои фреймворки, выкладывайте на GitHub, пополнится семейство, так, на самом деле, мне кажется, пополняются ряды контрибьюторов всех этих SQL-систем. Ну и, конечно, если вам хочется развлечься очень быстро, очень весело, написать свое маленькое приложение на хакатоне или еще что-то, ну, пожалуйста, я пользовался Джон Гаизи, Кассандра, Eclipse Link, когда я только на Eclipse сидел, например. То есть вот какие-то такие вещи, я не претендую на какое-то полное руководство, возможно, что-то осталось за бортом, но из таких популярных, по крайней мере, в современное время вещей, среди меня и моих знакомых, вот, по крайней мере, такие вещи использовались. Итак, сейчас будет маленький призыв. Обязательно изучайте ваши кейсы, ваши данные. Если у вас есть возможность воспротивиться внедрению на SQL базы данных, а потом внедрению GPS стандарта, сопротивляйтесь, боритесь, как можно дольше отстранять от этого. Все рухнет, там дальше ничего хорошего нет. Обязательно выбирайте правильную базу данных, если у вас есть такая возможность. Потом выбирайте правильный фреймворк, когда вы уже сдались и вам навязали базу данных. Но потом, конечно, помните, что в Советской России не вы пишете бэкенды, бэкенды пишут вас. Поэтому обязательно используйте какие-то нативные драйвера, если что-то непонятное, и пишите свои велосипеды. На самом деле, благодаря таким велосипедам, таким подвижникам появились все вот эти фреймворки, про которые я рассказал. А потом уже за ними потянулись конкуренции. И Spring Data, и Cybernator Jam. Если бы не было первопроходцев, ничего бы не было. Ну все, ваши вопросы. Спасибо. Спасибо, Алексей. Вопросы? Матросов. Хорошо. Значит, наступило полное понимание у тебя. Интересно было даже мне. В данный момент я работаю спикером на этой конференции. Моя самая главная цель – предоставить вам качественную услугу. Как там? Сейчас наканусь. Мы получаем качественную услугу по предоставлению доклада. Вот так вот. Ну если что, подходите впервые, пообщаемся. Вот вы говорили, что Spring Data Cassandra, она сырой проект. Вообще говоря, вы не рекомендуете его для использования в продакшене? Сейчас поясню. Ну, в него нужно предварительно поглядеть. Если есть время, можно попробовать поиграться. Возможно, ваш кейс можно будет удовлетворить. Но сами создатели, и они пишут в своем роудмапе, мы там еще не поддерживаем корректную работу с некоторыми вещами, по-моему, с индексами. То есть они просто сами говорят, у нас еще вполне себе такая, между альфой и бетой, мы обязательно будем, мы уже Spring сообществе ее делаем. Поэтому я, в принципе, создатели стараюсь слушаться в этой ситуации. Я сам Spring Cassandra не стал использовать, использовал другие фреймворки. Но я почитал о ней. Вот, примерно так было. Spring Data для MongoDB я использовал, она классная. Ну, в смысле, для того кейса, который у меня был, мне понравилась. Про DynamoDB, амазоновский, что-нибудь знаете? Мне сложно сказать. Я, к сожалению, опыта с ним не имел какого-то такого. У меня не было проекта. Поэтому не буду голословно заявлять. У меня вопрос касаемо Кассандры. Насколько мне известно, проект вышел из Фейсбука. Начинали его там писать. После этого перешел под Apache. И он живет сейчас отдельно. Опять-таки, насколько мне известно, в Фейсбуке Кассандру для тех целей, которые ее писали, ее не используют. А, по-моему, аналитику хотели делать для Фейсбука. Не используют. В Твиттере много об этом говорили, но не используют. Можете вот как-то прокомментировать эту ситуацию? Спасибо Фейсбуку, что написал. Такую замечательную базу данных отпустила свободное плавание. Вот так я могу прокомментировать ситуацию. Это нормальный этап развития. Google придумал MapReduce, где MapReduce, он в помойке. Но без него бы не было Хадуба. Потом у него появляются новые движки. Я переведу немножко просто стрелку. Я просто хочу сказать. Да, у этих ребят есть время за хорошие деньги сделать продукты, а потом выкинуть в помойку. А мы вынуждены побираться по этим объектам. К сожалению, альтернатив я каких-то других для некоторых кейсов не вижу. И приходилось, ну, про кейсы можно чуть более глубоко общаться. Например, те же какие-то счетчики, которые нужно обновлять в большом количестве, много писать. Например, спасибо за это. Ну, то есть в каком-нибудь MySQL, Postgres и так далее, все это было тяжело очень устраивать. И в Monge тоже, кстати, тяжело. Ну, то есть, когда особенно там документы ветвистые и так далее. Поэтому, что касается Кассандры, ну, да, большие товарищи отказываются от этого, переходят на новые подходы. Потом они нам выкинут еще что-нибудь. Давайте ждать, пускай. Ну, я имею в виду, они там писали, если к ним зайти на GitHub, у них там есть отдельные средства, как они делают шардинг на Inodb. И там очень много всяких у них этих поделок на этом деле. Насколько мне известно, это живой проект. То есть можно, вот, если мы возьмем вот эту кап-теорему, выберем там что-то 2, что-то 2, и мы можем это сделать, реализовать на Inodb. Это возможно. И возникает вопрос. Если мы пойдем, там, например, к K-Value, по-моему, уже сейчас есть драйвер под мой SQL. Я к чему просто веду? Возможно, мы опять вернемся к тому же самому SQL, просто по-другому будем на него смотреть? Я не спорю. Есть, я там периодически уже много лет слышу про проекты шардинга для всех SQL-баса, для Postgres, для MSQL, для MySQL. Они есть, безусловно. Просто огромная проблема, чтобы, простите, так как я работал в заказной разработке, чтобы кто-то из твоих заказчиков захотел вот эту третьего порядка вещь, то есть он слышал про Oracle, ну там, или слышал про MySQL, потом он, может быть, что-то слышал про Кассандру, но он не слышал про шардирование от Твиттера, и ему очень сложно будет это все предложить. И, скорее всего, вещей на поддержку в твоем решении потребует количество человек-часов намного больше, а Кассандра-кластер, простите, поднимается за три щелчка. Да, наверное, что со временем. Нет, хотя я буду только рад, если будет полноценное решение. Я просто не буду в него коммитить. Я не могу это себе позволить. Вот и все. Еще вопросы? Спасибо большое, Алексей. Это было круто и четко. АПЛОДИСМЕНТЫ